На днях город Кумертал посетил герой Советского Союза, заслуженный военный летчик Николай Антошкин. В первую очередь он отправился в гимназию номер один, именованную в его честь. По традиции почетный гость приехал в учебное заведение с подарками. Для школьного музея из Токи он передал макет самолета, подаренный ему авиационной группой «Русские витязи» со стендом фотографий пилотов, сувенирный винт из дерева, различную литературу военной тематики и, конечно же, спортивный инвентарь для учащихся. Каждый приезд Николая Антошкина в гимназию – важное событие для педагогического состава и учащихся. Он поддерживает спортивную деятельность и помогает развивать военно-патриотическое воспитание в заведении. Николай Тимофеевич, разрешите от имени педагогического коллектива и коллектива обучающихся нашей гимназии вручить вам благодарственное письмо и выразить глубокую благодарность, глубокую признательность за личный вклад в дело государственной важности и военно-патриотическому воспитанию наших ребят. И, конечно, хотим пожелать вам здоровья крепкого, благополучия. Поэтому примите вот такое благодарственное письмо от нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Добра вам, счастья, самое главное – здоровья. И чтобы вы по возможности к нам приезжали чаще, мы очень рады вас видеть. Гимназия несколько лет сотрудничает с заслуженным летчиком. С каждым своим посещением он вносит свой вклад в историю учебного заведения и в развитие талантов учащихся в спортивной сфере. Я рассказывал в свое время, что нам приходилось вот эти тряпочные делать или консервные банки мы в своем время играли, потому что времена были тяжелые после войны, не было ничего, нечего было играть, а всем хотелось. Вот и по этой традиции я в деревню всегда приезжаю, всегда привожу, потому что проблем в деревнях, знаете, много. В городах малых проблем, а в деревнях тем более. Поэтому я эти вещи не знаю. Воспитанники гимназии, в свою очередь, стремятся достойно представлять свое учебное заведение имени Героя Советского Союза не только на различных городских мероприятиях, но также на республиканских и междугородних. Николай Тимофеевич – это удивительный человек, человек, который действительно может для наших ребят показать своим примером, как можно и нужно жить, служа России. И это человек, который всегда приезжает с новыми интересными идеями. С новыми предложениями. Но я думаю, что и Николай Тимофеевич будет рад и доволен нашим успехом, потому что наша гимназия, я считаю, одна из лучших школ не только нашего города, но и нашей республики. И нам есть, что показать Николаю Тимофеевичу. Наши достижения, наши грамоты, наши кубки, наши победы на Олимпиадах. Я думаю, что мы в этом сотрудничестве взаимно только выигрываем. Инициативность Николая Антошкина имеет большое значение для гимназии. И каждый его приезд становится важным событием не только для учебного заведения, но и для всего города. Сам герой Советского Союза с удовольствием посещает Кумертау и считает его успешно развивающимся. Нам приятно приезжать, и многие мои товарищи приезжают, всегда говорят, да, Кумертау чистенький там, хорошенький, хоть и тяжеловато людям, но все равно, порядок есть в порядке. После посещения гимназии почетный гость отправился в администрацию, где встретился с руководством городской мэрии и торжественно вручил медаль «За веру, надежду и любовь» Наталье Лапшиной, заместителю главы администрации по социальной и кадровой политике. Также Николай Антошкин привез памятные подарки для Совета ветеранов. Вот вам персонально, кому-то руководителю ветеранской отдашь. Здесь больше показаны летчики, но внизу видны люди, рабочие, примерно все так чувствовали. Мои летчики за свой счет сделали. Я 600 тысяч добавил от Клуба Героев, поправил там ошибки. Вот это я вам, наверное, дарил, но оставь у себя где-то. Вот да у Путина это есть. Здесь самое главное не кавалеры Ордена Победы, а вот они. О них ничего не было. Тут я дал все уникальные данные. Герой Советского Союза рассказал присутствующим о своих поездках в другие города России и проведенной повсеместно социальной и информационной работе. На встрече в перспективе сотрудничества по военно-патриотическому воспитанию была рассмотрена возможность участия наших кадетов на Международном кадетском балу, который проводится третий год подряд в Москве, а также создание на базе нашего города зонального военно-патриотического центра. Любая связь, любые контакты с людьми такого ранга, такого уровня, они прибавляют плюсов нашему городу и дают дополнительные возможности для нашего развития. Это нам очень важно. Поддержка наших земляков, наших героев, потому что это реальная помощь в делах, ну и, конечно, продвижение нашего города Кумертау на разных уровнях, в том числе на всероссийском и международном.